В нашей стране насчитывается 28 только крупных городов, а еще есть малые населенные пункты, областные районные центры. Но кто из нас, казахстанцев, бывал хотя бы в трех из них? Или знает, где хранится самый ценный музейный экспонат? Или видел самое высокое жилое здание в стране? Наша съемочная группа объедет весь Казахстан, чтобы найти и показать вам самое интересное, что только можно увидеть. Без различия по размерному признаку, для нас все города большие. За моей спиной изображен древний город, который когда-то являлся лакомым кусочком для многих держав, ведь был крупным торговым узлом на шелковом пути. А достался он нам, казахстанцам, чему мы очень рады. Итак, съемочная группа больших городов приехала в Тарас. Наша эра помнит почти всю историю Тараса. Это один из самых древнейших городов Казахстана. Впервые он встречается в китайских письменных источниках в первом веке до нашей эры. С тех пор город теряется на страницах истории, но появляется и заявляет о себе громко в 568 году. В это время территория современного южного Казахстана входит в состав западно-тюркского каганата. А по этим землям проходит крупнейшая торговая магистраль древности – Великий Шелковый путь. Зимаш Киликийский в 568 году здесь встретил уже крупный торговый город с широко раздвитыми ремеслами. Славились своим мастерством чеканщики, стеклодовы, кузнецы, гончары. С VI века в городе Таразе известны водопроводы и канализация, что говорит о высокой инженерной мысли населения уже в те далекие времена. Тараз был известен и позднее – центром в Монгольской империи, а затем в державе Тимура вплоть до XVI века, когда земли Семеречия вошли в состав казахского ханства. В 1856 году город получил новое название Аулията – Святой Старец, а в 1936 был переименован в город Мирзаян. В мае 1938 городу было дано название Жамбыл в честь народного Акына Жабаева. И это название город носил до 1997 года, когда было принято решение вернуть ему его историческое название, и Жамбыл стал Таразом. Тараз является крупным административно-культурным центром в Жамбылской области и находится на юге Казахстана. В городе проживает более 320 тысяч человек. Площадь – почти 19 тысяч гектаров. В настоящее время в Таразе зарегистрировано около 23 тысяч объектов предпринимательства. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» банками второго уровня рассматриваются 25 проектов, 11 из которых на сумму 5,2 миллиарда тенге уже профинансированы. Организациями Тараза осуществляются торговые операции с Россией, Кыргызстаном, Индией, Китаем, Польшей, Италией и так далее. Всего 52 страны-партнера. В структуре импорта наибольший удельный вес занимают сырье для производства химической продукции, сахар-сырец, машины и оборудование. Правда, встречаются предприятия, которые своей продукцией ввоз зарубежные ограничивают. К примеру, вот этот завод. Производим светодиодные светильники и стараемся, чтобы эти светильники, они соответствовали лучшим образцам мировым. То есть по соотношению цена-качества данным светильником мы можем конкурировать с ведущими фирмами. Этот проект был запущен в 2011 году. Общая стоимость проекта 130 миллионов тенге. Из них собственные средства 71 миллион и заемные 59 миллионов тенге. Вот данный светильник офисный, он для использования, для освещения торговых площадей, для освещения в школах, в больницах, он просто незаменим. Если его сравнивать со светильником люминесцентным, значит, он потребляет в два раза меньше, светит в два раза больше. Срок службы у него 10 лет. Офисные светильники мы сейчас делаем по 30 штук в день. При необходимости мы можем их делать и 50, и 60. При сборке здесь используются корпусы и платы собственного производства. Вы видите, как идет производство светодиодных светильников, которые устанавливаются и в квартирах, и в офисах. Сейчас в них используется вот такой поликарбонатовый светорассеиватель. Материал, который, в отличие от предшественника, не тускнет и не ломается. И не ломается. И не ломается. И правда. Никак. Диоды закупаются в Корее, Болгарии и Китае. Заниматься самим выращиванием кристаллов диодов в Тарасце не собираются. Ведь это процесс наукоемкий и затратный, который сведет на нет всю рентабельность бизнеса. В 2005-2006 все старались делать светодиоды. Ну, пытались. Но получилось только у немногих. Осталось в мире порядка около пяти ведущих производителей светодиодов. Они в этой области чего-то достигли. Зачем нам повторять то, что они делали 10 лет назад? Технология производства светодиодов жила, живет и будет жить. Ей специалисты пророчат большое светлое будущее. Используем светодиоды порядка 140 люминс вата. Есть опытные экземпляры, у которых светодача 200-250 люминс вата. То есть развитие светодиодов будет продолжаться. И причем оно будет расти в геометрической прогрессии. То есть светодиоды будут потреблять меньше энергии, а светить будут ярче. А это ровесник предыдущего предприятия – завод по переработке пластмасс, который был запущен также в 2011 году. Проект стоимостью 1,77 миллиарда тенге реализован в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию при поддержке дорожной карты бизнеса 2020. Наше предприятие производит различные виды строительных материалов, которые используются в строительном секторе, в сельском хозяйстве, в быту и в дорожном строительстве. Это строительные сетки общего назначения, плоские георушетки, геосинтетические материалы, армированные пленки, паровлаговетрозащитные мембраны и так далее. Это есть начало-начал местного производства строительных сеток и пленок разного плетения из полипропилена. Что есть полипропилен? Это вот такое сырье, которое загружается в этот агрегат, плавится и идет дальше по производственной линии. В день при максимальной загрузке таких мешков может уходить до 20-25, а вес каждого 25 килограммов. Чтобы вы понимали объемы, вот две горсти, ну три таких, это и есть детская машинка, которой пользуется ваш ребенок. После плавки тот самый полипропилен выглядит в виде единой пленки, которая после ножей превращается в тонкие-тонкие-тонкие нити. Они направляются к утюгам, где под воздействием высоких температур вытягиваются, разглаживаются, согласно тому, для чего будут использоваться дальше. А вот этот станок натягивает нити и наматывает их на катушки. Вот такие вот катушки идут дальше по линии производства и используются в нескольких видах продукции. Каких, сейчас расскажу. По оценке специалистов, часть выпускаемой здесь продукции по технологии производства и техническим характеристикам не имеет аналогов на территории СНГ. Так, армированная пленка выпускается только в Южной Корее и Чехии, а плоские сварные георешетки, используемые при строительстве автодорог, выпускаются впервые в мире. Многие говорят о том, что видят в Таразе очертания своих родных городов. Как будто он меняет маски, становясь привлекателен для всех. Перед выездом из Тараза я встречаю мужчину, который увлеченно фотографирует монументальную арку, воздвигнутую над трассой. Турист подумалась мне, а нет, горожанин, настоящий таразовец. Что интересно встречается, и меня поразил масштаб и красота этого сооружения, нашей городской арки. Меня это впечатлило, и я не поленился, приехал сюда, чтобы показать. В основном хочу поделиться, ну, как, с своими друзьями, с товарищами, что вот живу в таком городе. Красота. Вообще подобные арки очень часто встречаются в Таразе. Это определенный эталон зодчества времен Великого Шелкового Пути. И если вы хотите ощутить на себя веяние Востока в общем понимании этого термина, то двери Тараза для вас всегда открыты. Для меня же они остаются позади, ведь нужно продолжать свой путь. С вами встретимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!